Друзья, всех приветствую на заключительной торговой сессии этой недели. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями, не забывайте ставить лайки. Впереди выходные, с этим хочу вас всех поздравить. Разумеется, в понедельник жду с хорошим настроением, поскольку будет снова много инфоповодов и нужно, чтобы вы, друзья, подготовились к этим движениям, потому что настрой на финансовых рынках имеет очень большое значение. Закрываем в целом эту пятидневку довольно неплохо, особенно если сделать акцент на повышенный спрос инвесторов на риск и в частности американский фондовый рынок, потому что наши любимые индикаторы, бенчмарки американской фонды NASDAQ, Dow Jones и S&P действительно показывают чудеса именно восходящего движения, потому что мы видим с завидной частотой уже обновления исторических максимумов. Ранее мы очень хорошо прокатились на ралли S&P и NASDAQ, потом взяли небольшую паузу и довольно быстро переключились на Dow Jones и повторно я после дал еще рекомендацию закупаться NASDAQ, потому что, на мой взгляд, то, как активно пошел этот индекс технологических компаний, указывало на то, что мы можем добраться до совсем круглых цифр и локальных сопротивлений. Ну, возьмем это выражение в кавычки, потому что следующее сопротивление для этого индекса, его как бы не существует, потому что оно же станет новым историческим максимумом. NASDAQ, друзья, сейчас котируется на отметке 13 796 пунктов, как минимум бьемся за уровень 14 000 пунктов, при том, как мы растем сейчас, я думаю, что это вопрос может быть даже текущей торговой сессии. Dow Jones также в покупках 33 408 пунктов, здесь цели покруче, в районе 35 000 мы ожидаем этого индекса. Почему растет американский фондовый рынок? Потому что в американскую экономику уже было влито такое количество денег, что другой динамики рынок не мог показать. И мы помним вчера в качестве главного новостного события было выступление на сессии Международного валютного фонда председателя ФРС Джерома Паула, который как под копирку повторил то, что мы слышали от него на прошлой неделе в ходе его пресс-конференции, и в принципе то, что мы слышали, исходя из протоколов, опубликованных в среду. То, что политика должна оставаться мягкой, потому что основные параметры по инфляции и по экономическому росту, а также по уровню занятости, по рынку труда цели по этим индикаторам еще не достигнуты. И до тех пор, пока этого не произойдет, экономику нужно стимулировать. Как ФРС это делает, мы все прекрасно знаем. Это низкие процентные ставки и программа количественного смягчения объемом в 120 миллиардов долларов. У нас даже есть конкретные сроки, когда ФРС может начать менять денежно-кредитную политику. Эти сроки очень не скоро наступит, и предварительно это 2023 год. До этих пор мы будем работать с исключительно мягкой экономической политикой. И ранее, когда мы с вами обрисовывали долгосрочные перспективы того же самого американского доллара, я всегда говорил, что такой фон, он располагает именно к снижению американского доллара. Вчера, кстати, во время своего выступления Паул сделал такой очевидный акцент на вышедшие до начала его выступления данные по заявкам на пособие по безработице. Как вы знаете, статистика разочаровала, потому что количество первичных обращений увеличилось, причем этот рост произошел вторую неделю подряд. Очень сильно контрастирует рост количества первичных обращений с тем отчетом по Non-Farm Pearls, который мы получили ранее. Но есть то, что есть, особо копаться в этом не будем. Паул аргументировал факт наличия рисков, о которых он говорит именно, вот публикации, периодической публикации слабых отчетов, что заставляет американский регулятор все-таки быть в тонусе, держать руку на пульсе и не поддаваться на локальные максимумы, прецеденты статистические по достигнутым высоким значениям активности сферы услуг промышленности и вот последний отчет Non-Farm Pearls, чтобы расслабиться и принять решение, которое предполагает постепенное ужесточение денежно-кредитной политики. ФРС не хочет торопиться с выводами, а пока у нас есть такие формулировки, мы понимаем, что с политикой мягкой американского регулятора ничего не произойдет. На этом фоне, друзья, я продолжаю рекомендовать ставить на снижение американского доллара и, в частности, мы работаем с индексом американской валюты 92.13. Я допускаю, что сегодня мы будем бороться за поддержку 92 пункта и вполне реально уйдем ниже. Десятилетки остаются на минимумах, если сравнивать с показателем двухнедельной давности 1,63%, допускает, что в последующей неделе будем постепенно сползать в район отметки 1,5%. Сегодня в 15.30 выйдут данные по индексу цен производителей. Это один из компонентов инфляции в США. Мы ждем существенного прироста индекса потребительских цен и сегодня этот рост 100% будет зафиксирован вот в этой названной компоненте. Чем выше будет индекс цен производителей, тем больше шансов у нас увидеть доп. давление на курс американского доллара. И в свете того, что сегодня мы, по сути, будем анализировать более широкие показатели по инфляционному давлению, параллельно смотрим на золото, друзья. Мы его покупали с ближайшей целью 1750. Опять же, всех вас поздравляю. Сейчас котировки 1752 и теперь смотрим гораздо выше. Евро против доллара 1.1904. Напоминаю, друзья, индекс доллара и евро против американца это, скажем, два инструмента валютных рынков, которые очень сильно коррелируют между собой. Ну, практически там стопроцентная корреляция. И рекомендации продавать доллар и продавать евро доллар, они могут показаться довольно странными. Но, обращаю ваше внимание, я сторонник долгосрочной сделки снижения курса доллара, поэтому индекс американской валюты я держу в шортах очень долгий промежуток времени. Эта сделка не обременена свопами, поэтому можно в ней сидеть столько, сколько потребуется. А евро против доллара я прекрасно понимаю, что при снижении курса доллара европейская валюта должна расти, как она, в принципе, делает это и сейчас. Но здесь, друзья, есть национальный фундаментальный риск по еврозоне. И я допускаю, что прежде чем европейская валюта реально будет цепляться за движение выше, соответственно, уровня 1.20, мы можем увидеть коррекцию. Пусть не глубокую, в районе отметки 1.17, чуть пониже, это вполне реально. Европа накрыта третьей волной ковида. Все вертится вокруг вакцины Астрозеники и очень много стороновых прецедентов, указывающих на то, что от этой вакцины отказываются. У меня есть очень много знакомых в Испании, в Италии, которые должны пройти вакцинацию, ну, вакцинация Астрозеника, поэтому, разумеется, из-за тех рисков, которые были практически доказаны, связаны с возникновением тромбоза, они не хотят идти на пункты, именно на прививочные пункты. И я их прекрасно понимаю, друзья. Я думаю, что еврозона все-таки столкнется с падением темпов вакцинации населения, и это может произойти в ближайшие недели. Поэтому пока что, рискуя, я еще поддержу именно шорт по этому дуэту финансовых активов, и, надеюсь, вы понимаете, почему. Фунт напротив лонг 1.3731, ждем 1.40, в понедельник будут сняты карантинные ограничения, моментальный отложенный всплеск потребительской активности, и в следующей неделе может стать неделя ралли для этого инструмента. Австралийц против доллара, длинная позиция тоже, как и было, остается основной 0.7632,077. Также обращаю ваше внимание на рынок нефти, который пока что в дрефе. Нет дополнительных новостных поводов для движения. Но все, что я сказал ранее, от прогнозов Международного валютного фонда до статистики по запасам, все это свидетельствует о том, что лучше дожидаться пробоя сопротивления 65 и движения выше. Доллар-рубль, друзья, растет на геополитических рисках и вероятности новых санкций со стороны Запада. Последнее сообщение в Блумберг о том, что администрация американского президента завершила расследование относительно якобы вмешательства российских властей в выборы в США. И в ближайшие дни должны последовать конкретные меры. Ранее мы ориентировались на цели 78-80, эти цели сейчас реальны как никогда. На этом, собственно, все. Хорошего вам закрытия недели и до скорых встреч в понедельник. Всем пока!